Целью нашего исследования является определение прогностических факторов, непосредственно влияющих на показатель безрецидивной общей выживаемости комбинированного либо комплексного лечения супротентериальных инфильтративных глиом низкой степени злокачественности GRADE 2. В наше исследование было включено пациенты, прошедшие курс радиоантового лечения с 2000 по 2013 год, с верифицированным морфологическим диагнозом диффузная астроцитома, олигодендроглиома, олигастроцитома. Пациенты старше 17 лет, супротентериальная локализация, при этом индекс Корновского у них составлял более 50%, прошедшую радикальную лучевую терапию на базе нашего центра. Оценка результатов проводилась по показателям беспрогрессивной общей выживаемости. На слайде представлены характеристики общей группы больных, по полу они были сопоставимы, медиан наблюдений 5,5%, в исследовании было включено 107 пациентов. Индекс Корновского, соответственно, пациенты практически самостоятельно себя обслуживали. По возрасту пациентов младше 40 лет было 64, старше 40 лет было 43. Средний возраст составил 38,5 лет. В зависимости от гистологической структуры пациенты были определены следующим образом. Диффузная астроцитома 57 пациентов, олигодендроглиома 36, олигастроцитома было 14. При проведении морфологического исследования учитывались критерии злокачественности ВОЗ и индекс пролиферации КИИ-67, соответственно, менее 5%. Характеристика дальше пациента, получавший химиотерапию – 19, без химиотерапии – 33. Тотальная резекция была выполнена 12 пациентам, стереотоксическая биописия – 21, и частичная или парциальная резекция была выполнена лишь 19 пациентам. Радиотерапия проводилась 53 пациентам, 54 пациентам радиотерапии не проводилась. На сводной таблице представлены показатели беспрегрессивной выживаемости больных с супротентериальными инфильтративными углевыми низкой степенью злокачественности. Видно, что гистологическая форма, возраст пациента, размеры опухоли играли прогностически значимые влияния. Также смещение срединных структур, наличие неврологического дефицита и дебют заболеваний также достоверно влиял на показатель беспрегрессивной выживаемости пациентов с инфильтративными глиомами низкой степени злокачественности. При анализе показателей общей выживаемости гистологическая форма, возраст пациента, размеры опухоли оказались достоверно значимы. Также наличие срединных структур, неврологический дефицит и дебют заболеваний оказали влияние на показатель общей выживаемости пациентов с инфильтративными глиомами низкой степени злокачественности, включённым в наше исследование. При проведении многофакторного анализа, при оценке беспрегрессивной выживаемости оказались достоверно значимы гистологическая форма, возраст, размер опухоли и смещение срединных структур. Оказались достоверно значимы показатели при проведении многофакторного анализа. Отмечу, это анализ беспрегрессивной выживаемости. При анализе общей выживаемости все вышеуказанные факторы, а именно гистологическая форма, возраст, размеры, смещение средиземных структур, а также наличие неврологического дефицита оказали влияние на показатель общей выживаемости данной группы исследуемых нами больных. На слайде представлен анализ беспрогрессивной выживаемости методом Каплана Мэйера, сравнение двух групп RTOG и URTC. Видно, что достоверно значимое влияние оказало показатель общей выживаемости у пациентов благоприятной группы, показатель общей выживаемости, беспрогрессивной выживаемости групп URTC выше по сравнению с группой URTC неблагоприятного прогноза. А вот в группе RTOG достоверные различия получены лишь при анализе статистического фактора по Бреслову. Видно, что у благоприятной группы RTOG показатель общей выживаемости выше по сравнению с группой больных с неблагоприятной группой при исследовании беспрогрессивной выживаемости прогнозической группы RTOG. При анализе общей выживаемости при сравнении этих прогностических групп в нашем исследовании было выявлено, что благоприятная группа URTC выживаемость статистически значимо выше по сравнению с неблагоприятной группой URTC. А вот в модели прогностической группы RTOG достоверных различий в нашем исследовании не было выявлено, хотя по графику видно, что благоприятная группа показатель. Эти пациенты живут выше, дольше по сравнению с неблагоприятной группой RTOG. При анализе двух прогностических моделей нами был выполнен, проведен корреляционный анализ Пирса на двухсторонний. Видно, что выявлена мультиколлинеарность между прогностической группой URTC и показателями беспрогрессивной выживаемости и общей выживаемости. А по сравнению с группой при анализе показателей прогностической группы RTOG доставив мультиколлинеарности в нашем исследовании не было выявлено. При дальнейшем углубленном анализе нами был выполнен регрессионный анализ и сравнение двух моделей URTC и RTOG. Видно, что беспрогрессивная выживаемость достоверно выше по сравнению с группой RTOG. Так же, как и показатель общей выживаемости оказался достоверно выше по сравнению с группой RTOG. Группа URTC оказалась статистически значимой. Хочется сказать, что определены прогностически значимые факторы, влияющие на результат лечения первичных суппортнотериальных инфильтративных глиом в низкой степени злокачественности, GRADE-2. Ими является кистология, возраст на момент верификации диагноза, размер обхоли, смещение срединных структур головного мозга и неврологический дефицит до проведения хирургического вмешательства. Следует отметить, что диффузная астроцитома, возраст пациента старше 40 лет и старше, максимальный размер обхоли более 6 см, наличие смещения срединных структур головного мозга и наличие неврологического дефицита до начала лечения являются неблагоприятными факторами прогноза. Собственно говоря, все те факторы, которые указаны в ГРУ. Тимур Исович, я очень сильно извиняюсь, но у нас еще 6 докладов и полчаса осталось. Я вынужден, мы, Светлана Петровна, вынуждены новый регламент ввести. Для того, чтобы всех выслушать, давайте мы по 6 минут на каждый доклад. Не имеет самостоятельного прогностического значения острота дебюта клинической симптоматики, инфильтративных глиом в низкой степени злокачественности и радикальности хирургического лечения. Также не является прогностически значимым фактором. И по данным нашего анализа следует отметить, что прогностические группы РТОК оказались менее значимы по сравнению с прогностическими группами ЮРТСИ, что свидетельство важности таких факторов, как размер, локализация первичной опухоли, а также гистологическая форма опухоли пациентов с инфильтративными диффузными глиомами в низкой степени злокачественности. Благодарю за внимание. Большое спасибо.